Андрей Пянтковский, политолог и публицист, присоединяется к нашему эфиру. Андрей Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, Ирина. Добрый день, Ян. Ну вот, мы вместе с вами посмотрели сюжет, выставку Елены Осиповой закрыли, ну, практически сразу после открытия. Все картины и плакаты забрали, но, как мы понимаем, да, скорее всего, их не вернут. И вот по итогу, да, плакат «Нет войне» приравняли к взрывному устройству, ведь силовики сообщили, что именно его приехали обезвредить. Ну, это паранойя путинская. Кстати, если уж мы заговорили о паранойи, все обратили внимание, две фотографии Путин возлагает венок в Волгограде на Мамаевом кургане в прошлом году и в этом году. В прошлом году у почетного караула оружие, а в этом году у почетного караула оружие отобрали. Путин даже боится почетного караула. Ну, вот такая паранойя. Что поделаешь с ними? Ну, да, вы вспомнили Волгоград. И вот в Волгограде на этой неделе появился памятник Сталину, да, вот это бронзовый бюст на мраморном постаменте. Открытие было торжественным. Там и приехали местные чиновники, зачем-то подростков выгнали и поставили в почетный караул. Знаете, самое примечательное, что всего в 120 метрах от этого бюста находится мемориал жертвам политических репрессий. Вот как это можно прокомментировать? Ну, вы знаете, вот таким более содержательным событием стал не удружение памятника этого. Ну, понятно, власть всячески навязывает идеи сталинизма. Вот совершенно неожиданный опрос общественного мнения в том же Волгограде, закрытый, который проводила, я уж не знаю, администрация президента и ФСБ. Так вот, выяснилось, что около 70% населения против переименования, против переименования города в Сталинград. То есть, врут наши вожди, говорят, что вот он народа, память о Сталина, тяга к сильной руке, к диктатору. Ну, эти все нарративы, они сходят сверху, ну, навязываются какой-то части населения через продажные средства массовой информации. Ну, тем не менее, вы, наверное, видели, да, там на указателях все-таки появилось название Сталинград. Сказали, что это временные. Ну, это не первое. Это последние годы все время делаются во время 2 и 3 февраля. Ну, и я не удивлюсь, если они и окончательно переименуются. Мы еще дождемся. Нам объявлено будет, что явление Путина народу и миру будет 22 февраля за два дня до общины. Во-первых, он обратится с традиционным, который он затягивает посланием Федерального собрания. Какой-то грандиозный снова там митинг общенародный на вечер, на месяц. Вот там он, наконец, подведет итоги и объявит нам свои планы. Вообще, вот, ближайшие оставшиеся три недели до этой черной годовщины 26 февраля насыщены политическими событиями. Ну, идущий сейчас в Киеве саммит. Потом, ну, все мы ждем 9-го Рамштайна, который министр Ворон Резников назвал. Я надеюсь, он откажется прав авиационным Рамштайном. Будет Мюнхенская конференция, очень важная, на которой наверняка выступит Зеленский. И вероятная встреча Байдена с Зеленским где-то в Польше, в Варшаве, а может быть и на Украине, на польской границе. Ну, и вот с другой стороны, со стороны Агрессора будет такое явление Путина народу. Ну, и все эти разговоры, наступления, нужно ему что-то показать до 22 февраля, до своего выступления. Поэтому они будут сейчас, эти заключенные кончились, которым они укладывали, трупами которых украинские полиции, ну, будут сейчас укладывать мобиков в ближайшие три недели с большой интенсивностью. Ну, вот вчера, кстати, в Волгограде Путин разразился такими угрозами из-за поставок Украине танков в «Леопарды». Я процитирую фрагмент «Мы свои танки к их границам не посылаем, но нам есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится, все должны это понимать». То есть снова звучит ядерный шантаж, как вы полагаете? Снова, но уже несколько другой аранжировки. Ведь в основном Путин угрожал Украине, а сейчас он явно угрожает странам НАТО. Это он заслужил еще, если еще не заслужил петлю на международном военном трибунале, то сейчас он пошел далеко. Ну, я думаю, что любая попытка каким-то образом ударить ядерным или не ядерно-конвенциональным оружием по территории так называемой пятой статьи «Five Article Territory», она будет встречена, я бы сказал, даже с облегчением и в Брюсселе, и в Вашингтоне. Просто будут развяжены руки для непосредственного огневого воздействия стран НАТО на российскую группу. Ну, что же по России-то, по Украине его же предупредили. Это 2 октября были сделаны американские предупреждения, что в случае использования ядерного оружия в Украине, НАТО нанесет, непосредственно ударит по группировке, по Черноморскому флоту, ну и в качестве вишенки на торт, и мы объявили, что прилично Путина убьют. Ну и после этого он как-то снизил риторику и перешел на другой нарратив. Мы никогда и не думали, да нам и не нужно ядерное оружие в Украине, мы конвенциональным оружием загоним ее в каменный век, и он начал свое уничтожение инфраструктуры. А теперь, оказывается, в Украине, может быть, ему не нужно ядерное оружие, он хочет в Западной Европе, а может в Соединенные Штаты. Ну, кстати, многие такие наблюдатели, которые давно его внимательно изучают, отмечали, что как-то тональность его, body language, выражение лица не соответствовали масштабу этих угроз. Каким-то очень неуверенным он выглядел во время этого выступления. Ну, вот кроме бронетехники не ограничимся, а чем он или что не остается? Кроме бронетехники, он ставит тропы мобиков, которые он может и будет отчаянно использовать до 22-го в надежде взять Бахмут, например. Это будет объявлено Великой Победой. И, что касается Запада, Бреса не едет на морожен. Ну, вот у Путина, кстати, намекнули, какая страна может стать следующей целью Кремля. России вот не нравится проевропейское руководство Молдовы в лице Майя Санду. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Молдова после Украины якобы попала под влияние Запада. И он обвинил Майю Санду в том, что она рвется в НАТО и имеет румынское гражданство, из-за чего готова объединиться с Румынией. Это были цитаты. Насколько серьезно нужно относиться к таким угрозам? Ну, для того, чтобы с ним их воспринимать серьезно, нужно, чтобы Путин дошел до Приднестровья. Ну, что он собирался делать в феврале, марте, апреле, а сейчас он мечтает о Бахмуте, понимаете? Такий разный уже масштаб. Вот лучше бы он обращался к жителям Бахмута, а не к гражданам Приднестровья. И приходится ему свои безумные амбиции с изменением. Кстати-ка, обратили внимание, в какой тональности вот этот пропагандон Киселев задал этот вопрос? Он даже ему предложил целое блюдо. А где мы дальше будем бороться с русофобией? Казахстан, Киргизия, может, Молдову. Ну, они живут в каком-то сумасшедшем доме. Но в результате они вызывают на себя ненависть всего постсоветского пространства. Я работаю в эфире с рядом стран постсоветского. Вы уже без меня знаете, что везде, во всех, и в воюющих между собой Армении, Азербайджане, и в Казахстане, и в Средней Азии, везде с надеждой смотрят на Украину, понимая, что она не до конца решив еще задачу своего освобождения, она уже освободила постсоветские страны. Они ведут себя все в гораздо большей степени независимой. Ну, говоря о той же Молдове даже, раньше президент Молдова не делал таких рискованных заявлений, что она готова вступить в НАТО. Ну, и мы помним, как Путина встречали, вы помните, да, вот это заставляли ждать его даже те, кого он считал своими вассалами фактически, да? Да, ну это было просто демонстрация, спасибо, что вам напомнили, на саммите так называемого СНГ, да не только заставляли ждать, а помните, как его размазывали по стенке, ну, казалось бы, совершеннейшее, действительно, извините за выражение вассалы, президента Узбекистана и Киргизии. Что вы с нами ведете себя, как с союзными республиками, Ванил Иванович? Запомните, мы уже давно не союзные республики. Это Украина позволила им так разговаривать с диктатором. На жительницу Сочи завели административное дело из-за статуса WhatsApp со словами «Слава Украине», причем статус был написан на корейском языке, и вот женщину обвинили по статье о пропаганде нацистской символики, и теперь ей грозит штраф или арест до 15 суток. Знаете, получается, что кто-то не просто перевел, да, но еще и донес. И вот у нас есть интересные цифры. За минувший год в России 779 уголовных дел возбудили за статусы в соцсетях, и это самый высокий показатель за 15 лет наблюдений. Вот вы правильно вспомнили о доносчиков. Знаменитая же фраза писателя Давлатова, эмигранта советского миллиона доносов. Да, товарищ Сталин, конечно, большой негодяй. Сейчас можно сказать, товарищ Путин, конечно, большой негодяй, но кто же написал такое количество доносов? Разные люди есть в России. И вот эта замечательная женщина, которая устроила свою антивоенную выставку в Петербурге. Таких много. Ведь сколько людей было. Мы знаем имена громкие политические деятели, как там Яшин, Крыморза, тот же Навальный, который держит в тюрьме. Но всего-то арестовано было сотни или тысячи людей, выходившие на одиночный пикет. То есть люди, которые спасают честь России, на которых можно будет опереться после поражения путинского режима в создании какой-то новой России, они есть. Вы знаете, сегодня у нас был сюжет в программе девочки десятилетней, которая себе разместила, из Москвы, которая разместила себе аватарку в виде желто-блокитного флага, да, вот желто-синего флага. И подписью «Слава Украине!» на нее завели дело. Вот буквально чуть ли не хотят забрать этого ребенка от родителей. Установили за ней полицейские наблюдения. А донос написала директор. Она донос написала директора, кстати, да. Да, вот, кстати, донос, да. Ну что, это фашистское государство. Это фашистское государство. Но тем больше ответственность на людях такого высокого статуса, мастерах культуры. Ну вот, например, я был шокирован поведением моего любимого актера. Наверное, его очень ценили и в Украине. Хабенский, он сейчас главный режиссер МХАТа. И он уволил тоже очень известного и талантливого актера Назарова. И жену его на Торосу в МХАТе за позицию. Ну вот зачем это человеку нужно? Такое пятно на свою репутацию. Еще хотели с вами обсудить бойкот Олимпиады из-за возможного участия в играх белорусских и российских спортсменов. Вот страны Балтии и Польши уже готовы бойкотировать игры в 2024 году. Как вы считаете, вот чем все это закончится? Да, какое решение примет МОК во главе с Томасом Бахом? МОК при Бахе, до Баха, начиная, я помню, вы это уж, конечно, не помните, в Советском Кремле был такой Маркиз Самаранчевым, президентом Международного... Это самая коррумпированная организация. Она всегда, всегда содержалась советскими властями, КГБ, ее наследниками. Ну, смотрите, как они после что проглотили вот невероятный в истории обман во время зимней Олимпиады в Сочи, когда практически все российские медали были завоеваны с помощью наркотических специальных... Да не просто допинг, там что только не шло, целое биохимическое производство было организовано. Ну, все, закрыли глаза. Вот и тот же самый Бах. Это корпорации, эти высокие чиновники с громадными деньгами, ворочивают там заказами рекламными от крупнейших брендовых ферм. Им главное продолжать крутиться. Это очень хорошо сказал, по их поводу, между прочим, Зеленский, что вот это белое знамя, с которым они собираются вытащить российских спортсменов на Олимпиаду, оно запятано кровью будет украинцам. Это действительно так. Ну что, они предлагают какой-то фиктивный листочек подписать. Между прочим, положительная реакция российского Олимпийского комитета. Это пока же они тот же Бах с русскими договорились, что... Ну, как они сформулируют какую-то бумажку. Мы против войны, да здравствует мир, которую подпишут российские спортсмены. И вот на основании этой бумажки они скажут, ну что же, мы же настоящих борцов за мир допускаем. Ну да, лейтенанты, старшие лейтенанты, старшины, подполковники ЦСКА, центрального клуба армии, они все подпишут бумажки, что мы вот за мир. Конечно, за мир. Конечно, они все за мир. Там же большинство спортсменов, они же в армейском клубе или в клубе «Динамо». Они все с погонами. Я думаю, что... Вот при Балте говорят, что они уже 40 стран собрали для БАД. Конечно, Макрон займет такую же позицию, хозяин Олимпиады. Ну, во-первых, до 2024 года еще надо дожить. Очень многое изменится. Ну, во-первых, мы с вами все верим, что к этому времени Украина достигнет победы. И... Ну, тогда уже посмотрим. Тогда, может быть, русские спортсмены могут серьезное какое-то заявление о своем покаянии, о своем... Ну, и это будем вспоминать. Ну, вот, кстати, между прочим, что далеко ходить за примерами. Вот я уже сказал, что на 22-го намечен такой митинг ненависти в Украине, очередной в Москве. Ну, вот, готов поспорить на любую сумму, что там куча видных спортсменов будет. Причем, показательно демонстрироваться, когда их заставят какие-то слова произнести за нашу победу и так далее. Ну, будут там и спортсмены, и певцы, и вот... Да все, и плесуны, все там будут. И плесуны, да. И в этой связи вот такой вопрос. Олег Газманов получил 17 миллионов рублей на создание базы патриотических песен. И вот на сайте уже собраны эти песни. Я просто хочу название зачитать. Господь сегодня думает по-русски. Русь три единая. Картошечка в мундирах. Освобождаем Донбасс. Васильковая Россия. И НАТО не надо. И на все это вот 17 миллионов рублей. Ну, мы же видим, что пляшут и поют. Они не за бесплатные, эти патриоты. Ну, и потом недавно, по-моему, даже мы говорили с вами на одном из прошлых эфиров. Вот фонд Навального провел исследование по собственности основных российских пропагандистов. У них всех за рубежом. У них всех за рубежом. Денис Майданов есть такой, который ни одного митинга не пропускает, а вела в Испании. И тот же Пореченков тоже вела в Испании. Да. У самых таких скромных в Черногории. А у настоящих таких патриотов, конечно, в Испании. В странах НАТО, между прочим, да? Вот против которых они так выступают. А они будут петь НАТО «Не надо»? Вот. И в базе уже песни. Боже мой, НАТО «Не надо» я эту кричалку помню. Помню, с детства еще своего. Еще 80 лет назад пионеры распевали. Борис Джонсон заявил, что Владимир Путин угрожал ему ракетным ударом во время телефонного разговора накануне вторжения в Украину. Об этом он рассказывал в документальном фильме BBC News. Вот на то время премьер предупредил, что война для Кремля окажется полной катастрофой и приведет к санкциям Запада. Но в ответ услышал, что российские ракеты долетят до Британии за одну минуту. Вот как вы полагаете, такие угрозы вот это в стиле Путина? Песков, кстати, все опроверг. Вот и кому еще подобным образом Путин мог вот так же угрожать? Ну вот в этот период, я помню, между 5 февраля, когда он вернулся из Пекина с Олимпиады, его до 24-го, он был в эйфорическом состоянии, он был абсолютно уверен в успехе. Что он? Американская разведка полагала, что в течение пяти дней Киев будет. И он отвязывался совершенно по-нагому, я помню вот эту его пресс-конференцию, после встречи с Макроном, когда Макрон тоже в очередной раз приехал его уговаривать не начинать масштабную. Ну, во-первых, он издевался над Макроном, заставили его там все анализы сдать, прежде чем допустили к телу Путина. Ну, он сидел, конечно, от него там на 20 метров. Потом, это тогда он в этот же день по Украине прошелся, нравится, не нравится, терпимая красавица. Ему это вспомнят, когда он будет такой тихенький сморчок сидеть на скамье подсудимых, на международном живу, наверное, над главными военными преступниками. Ну и что значит Песков опорегает? Что Песков опорегает? А мы все же помним его обращение к народу и миру 24 февраля. А чем он кончил в 4 утра последняя фраза была? И мы предупреждаем всех тех, кто захотят, попытаются препятствовать нашей операции, что из страны постигнет такая катастрофа, которая никогда не была в их истории. Я дословно цитирую, но она что это, как неядерный шантаж, но и опять же с новой Волгограде он с этим. И опять он теперь, вы знаете, очень интересная у него какая психология. Вот его отучили Украине угрожать. Ему сказали, что убьют. У него какое-то что-то там в мажечке отложилось. И он в последнее время Украине не угрожает, но помахать своим и этой ядерной еюдой ему очень хочется. Так вот, начал странам НАТО угрожать. Это хорошо. Знаете, интересно еще, когда вспоминает Бен Олес, министр обороны Британии, когда перед нападением он встречался соответственно с министром обороны Шойгу. И как он рассказывал, говорит, Шойгу мне врал, что они не будут нападать на Украину. И мы понимали, что он намрет. Но в конце этой встречи Герасимов сказал ему следующую фразу, что теперь нас никто не будет унижать. Но вот скажите, кто их унижал? Продавали нефть, продавали газ, полный бюджет денег, как бы все у них было. И их кто-то еще при этом унижал. Ну, для них, у них такое очень расширенное память о унижении. Вот то, что Украина не является частью России, это для них унижение. Ну, смотрите, ведь это же никто никогда, никакие хищники империалистические для такого не додумывались. Захватить часть территории соседней страны, объявить ее своею. И когда эта страна начинает защищаться, зарать, что на нас напали, мы доставали народ, идет война народная, идет священная война, напали на нашу Родину. Вот я не помню, так никто не проделывал. Ну, захватывали земли, да, но не объясняли потом, что это вот наше священное, поэтому не имейте права на нас нападать. Ну, дождемся. Вот апофеоз этого безумия мы должны услышать 22 февраля. Чем больше он сходит с ума, приближаясь к этому дату, тем более впечатляющим для всего мира будет вот его явление народу 22 февраля. Я ожидаю, что оно будет очень интересно. И тем бесславнее будет его конец, в конце концов. Спасибо вам большое. Андрей Пятковский, политолог и публицист, был в нашем эфире. Благодарю вас за эту интересную беседу. Спасибо.